В позапрошлом году российский рынок новых легковых и легких коммерческих автомобилей продемонстрировал уверенный рост. Однако сохранить положительную тенденцию не удалось. По выкладкам комитета автопроизводителей Ассоциации Европейского Бизнеса в 2019 году продажи сократились на 2 с лишним процента. Дело в том, что год по-настоящему выдался непростым и, наверное, такой определенного рода хаос, произошедший в начале года, когда вслед за бурным ростом 2018-го мы столкнулись с резким падением спроса в начале 2019-го года. Это вызвало достаточно большое количество неприятных негативных эмоций у всех частников рынка. Как и в позапрошлом году, в тройку лидеров вошли марки Lada, Kia и Hyundai. А самыми популярными моделями стали Lada Granta, Lada Vesta и Kia Rio. Особенно, я думаю, что для некоторых дилерских предприятий, компаний, холдингов год был очень сложным, склады полны. То есть многие дошли до предела своих возможностей и, соответственно, они должны реализовать то, что они уже закупили в прошлом году. По мнению АЕБ, на результатах сказалось повышение НДС, а также отсутствие должной поддержки со стороны государства. Прогноз на 2020 год, который принес нам повышенные ставки утильсбора, неутешительный. Рынок сократится еще на 2,1%. Мы все хотели бы, чтобы было лучше, но пока не видим причин, почему у нас должен быть рост. Несмотря на мрачные прогнозы, пока никто из автопроизводителей не собирается покидать рынок. Напротив, нас ждет довольно много премьер, способных подстегнуть интерес покупателей.